Добрый день дорогие дачники канала 2Nature Info! В сегодняшней аудио статье мы рассмотрим чем брызгать виноград после цветения, а также возможные болезни на лазе в период после окончания цветения и начала формирования плодов. Чем же брызгать виноград после цветения? Начинать обработку винограда нужно ранней весной до распускания почек. Обрабатывается первым делом лаза от мильдию, активизирующейся в теплую погоду. После цветения виноград болеет не столь интенсивно, если его регулярно обрабатывали. Однако профилактика все же не сдерживает появление заболеваний в период после цветения и в начале завязывания плодов. Чем брызгать виноград после цветения? Препарат Хорус, препарат Строби, Плантофол, Тилт-250, препарат Тапаз, препарат Фольпан, Радидомил Голд, Элпарен. Как обрабатывать пропорции и действия каждого из препаратов мы опишем далее. Препарат Хорус активен против мильдиоидиума. Необходимо использовать не более 10 грамм на одну сотку. Первая профилактика направлена на укрепление молодых побегов. Ее обязательно проводить при температуре, до 20 градусов тепла, иначе эффективность снижается. Через 2-3 недели после цветения или за 20 дней до начала плодоношения используются другие препараты для обработки виноградной лозы. Препарат Строби оказывает комбинированное защитное действие. Он справляется с последствиями мильдио, а также эффективен от аиидиума. Действует по такому же принципу, как системные инсектициды. Препарат Плантофол используется в дозировке 20 на 20. Действует по аналогичной схеме, что и предыдущий препарат. При вспышках заболеваний не менее действован, чем другие. В начале сентября после окончания цветения винограда необходимо повторить обработку такими препаратами, как Фальпан, Ридамил, Тил-250, Топаз или ОПРН. Можно добавить Плантофол в пропорциях 5 к 15. Опрыскивать ли медным купоросом? Медный и железный купорос часто используют для профилактики и обработки виноградной лозы. Использовать или нет, это зависит от садовода и его техники ухода за виноградом. Большинство уже давно отказались от этих ингредиентов на голую лозу в пользу других рецептов. В период после цветения садоводам стоит обратить свое внимание на народные рецепты, чем брызгать виноград. 1 грамм марканцовки и 1 литр воды от мильди. Калийные удобрения также подходят и используются в качестве народных рецептов. В период плохих погодных условий, невысокой урожайности или активного поражения одним из записываемых заболеваний можно удобрять до 5 раз за весь период после окончания цветения винограда. В среднем садовод проводит подкормки 1 раз в 2-3 недели. Что дает такой график обработок? Сохраняется урожайность винограда, выполняется защита от заболеваний, контролируется дозировка препарата на сотку, снижается риск токсичности из-за мягких препаратов. Качество плодов контролируемо для садовода. Количество и дозировку перечисленных препаратов рассчитывает на 1 гектар посадок, площадь виноградника. К примеру, при расчете препарата 1 пакета на 2 сотки соединяем его с 10 литрами воды. При наличии 4 соток винограда нужно использовать 2 упаковки препарата и так далее. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю статью. Обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал Тюнейча Инфо, если еще этого не сделали. И переходите на сайт Тюнейча Инфо, читайте и будьте в курсе первыми интересных, актуальных и информативных статей.